Всем привет! Начинаю снимать новый хобби-влог и в этом хобби-влоге будет немного того что раскрашиваю сейчас, что ждет покупок, покажу процесс раскрашивания небольшой, у меня есть планы, но вроде бы все такие вот основные мои мысли на этот хобби-влог и так наконец-то я вернулась к принцессам и здесь у меня вот такой процесс с белоснежкой, но не самая такая интересная картинка и здесь просто знаете коллаж из героев ну в общем не знаю что я из этого сделаю единственное что вот этот серо-черный фон залила зеленым чтобы сделать его чуть-чуть интереснее скорее всего здесь будут блестки или гель с блестками на фоне также вот такой у меня випчик в луло мая здесь я тестировала новую акварель от белых ночей которая из гранулирующей серии зеленая вот и фон заливала ею и сами кактусы тоже из каких-то гранулирующих состоят дальше пока идей нет ну и достала и положила что самое важное на свой стол вот эту книжечку здесь я делала мастер-класс по раскрашиванию портрета и в комментариях у меня просили также снять дальше раскрашивание этого портрета и в частности как я раскрашиваю волосы ну что тут скажешь волосами в исполнении Хана все довольно сложно и обычно я их стараюсь чем-то перекрывать потому что вот очень сложно с этими бесконечными линиями работать и здесь я больше всего склоняюсь к тому что я буду раскрашивать гуашью и буду снимать это на видео вот и мне кажется будет довольно таки интересно и тем кто хотел посмотреть именно на раскрашивание волос гуашью и именно тем кто хотел посмотреть на продолжение этого портрета ну вот что касается моих випов ну а давайте сейчас перейдем к покупкам вот такие у меня появились гели с блестками спасибо за наводку айгульс канала арт пикник у меня были серебряный и золотой гели этой фирмы и в принципе они мне нравились но я не знала что есть целый набор и тем более что есть вот такие неоновые тут для меня было открытие но вообще они продаются на wildberries и цена в принципе довольно таки бюджетная неоновые вот есть только в таком большом размере по 40 миллилитров а вот маленькие есть по 20 миллилитров причем есть набор на 5 цветов и есть набор на 6 цветов давайте я вам покажу выкраску не знаю насколько можно слово выкраска применить к гелю но тем не менее вот так это все выглядит слева неоновые справа обычные цвета у меня вообще что-то как-то не фокусируется по моему нет все фокусируется очень хорошо блестит вроде как не протекает ну чуть-чуть можно сказать что протечет но я обычно все равно их использую на односторонних каких-то листах они в принципе довольно таки объемные но не больше чем stickles если у вас есть stickles то вы понимаете этот объем конечно же их лучше всего использовать на распечатках но если вы хотите использовать в книге это тоже не проблема но желательно чтобы это были первые страницы то есть если вы хотите лучше начинайте раскрашивать с первых страниц и когда вы переворачиваете они уже вам в принципе не помешают очень красиво переливаются но есть несколько недостатков а именно носик у них довольно такие широкие вот и нанести гель тонко практически невозможно то есть тут я думаю что они очень хорошо подойдут если вы хотите сделать какой-то фон с блестками ну вот чтобы не быть голословной как раз таки в принцессках я вам и покажу что я имею ввиду если найду это быстро вот вот здесь фон и собственно я его залила блестками не конкретно этими но примерно такими у меня есть гель с блестками такой детский то есть тут гель можно нанести довольно жирно и оставить его высыхать на большое время потому что гель высыхает намного дольше чем стиклс ну почему я сравниваю со стиклс ну потому что вот смотрите насколько это похоже то есть даже у них одинаковые баночки но стиклс можно нанести гораздо более тонким слоем то есть вы можете сделать прям такие ювелирные линии он высыхает быстрее и он не такой как гель жидкий то есть он чуть-чуть поплотнее чуть-чуть вот так собраннее скажем так блестки собраннее я думаю что если вот так вам показать то вам становится понятно о чем я говорю блестят мне кажется они примерно одинаково но вот стиклс чуть более для таких мелких работ подходит но есть еще вот такой аналог так это контуры от Декола мне очень понравился вот смотрите серебряный его можно нанести очень тоненько единственное что контуры по-моему высыхают еще дольше чем гель ну как-то вот я не знаю с чего они состоят но тем не менее контуры они называются просто универсальные контуры вот есть Декола есть Джованна у меня еще какая-то вот так но как вы понимаете в хозяйстве всему найдется применение вот хотела вам показать вдруг вам это тоже актуально вот вот я еще была небольшим таким набегом в красном карандуше вот такая прелесть у меня теперь есть это мини шоппер на липучке классная штука но она абсолютно естественно бесполезна но очень понравилась так еще купила вот такую штуку которая называется растворитель спрей для гуашевых красок mia стоил он 546 рублей состав его я вообще не поняла из чего он потому что здесь производитель китай продавец mia art а вот состав на китайском интересно это законно или нет так вот продавать но тем не менее я взяла я взяла потому что у меня есть гуашь mia химия которая покупала на алиэкспресс и вот она у меня засохла как в принципе нормально для этой гуаши я захотела ее реанимировать это прекрасно получается с помощью воды но вот почему-то я захотела купить этот спрей думаю что мне не надо будет возиться там с кипяточком с размешиванием что ты просто пшикнешь и вот гуашь станет такой жидкой как она и была изначально но к сожалению чудес не бывает единственное что я когда производила все манипуляции с гуашью я все-таки опрыскала ее этим спреем ну посмотрим на что это влияет потом я еще подумала что там просто вода но воняет эта штука совсем не водой но и не спиртом мне сложно сказать чем она воняет вот но если вы к запахам относитесь очень так нежно то я не рекомендую вам эту штуку вот а сейчас вставлю вам небольшое включение собственно как и я с гуашевыми красками и производила всякие манипуляции так небольшое включение по реанимированию гуаши химии я вот ее у себя нашла в запасах и по-моему этой гуаши если я не ошибаюсь уже больше года я ее в прошлом году на новый год покупала она естественно вся засохла и выглядела вот примерно вот так еще у многих были еще и трещинки ну то есть вот она абсолютно такая твердая вот ну я вот одну оставила чтобы показать вам а вот это я уже все все уже реанимировала что я для этого делаю беру кипяток вот здесь у меня в стаканчике пипеточка мастихин маленький это я в леонардо покупала ну и салфеточка берем вот эту нашу засовшую гуашь кипяток наливаю я примерно наливаю сразу миллилитра полтора вот так а дальше уже смотрю по консистенции дальше я оставляю вот на несколько часов вот эти вот вещи я в принципе оставила на ночь то есть я залила и подождала немножко чуть-чуть перемешала там попыталась точнее смотрю что-то не очень мешается ну я и оставила и вот сегодня уже на следующий день все перемешала в принципе все нормально перемешалось но пришлось приложить кое-какие усилия и вот эта водичка там у вас растворяет гуач потихонечку и потом можно будет вот так вот мастихином когда она уже размокнет ее вот так такими круговыми движениями полностью перемешать в принципе эти краски так все и выглядели вот я подумала вдруг кому-то это будет полезно смотрела по видео что в принципе это гуашь высыхает но у меня так как все хранится на кухне у меня все высыхает в три раза быстрее из-за температуры наверное вот но в принципе говорят что на самих свойствах гуаши это никак не отражается ну будем надеяться что так так и на очереди у нас остался вот такой маленький пакетик из красного карандаша и вот здесь я считаю что я прям очень теперь спланированно все покупаю почему потому что я не просто подхожу к стенду с маркерами как я всегда это делала и беру тот цвет который мне нравится и ухожу с ним на кассу на самом деле это было чревато тем что этот цвет у меня уже есть и это неоднократно случалось ну да ладно никому не помешают дополнительные маркеры тем более если цвет мне так нравится что я его беру и беру ну наверное он мне все таки пригодится вот я значит фотографирую свою выкраску перед тем как идти в магазин вы представляете вот у меня теперь есть такая вот бумажка и я здесь выкрасила все скетч маркер так как я в оффлайн магазине покупаю исключительно скетч маркеры а все остальные заказываю онлайн и когда онлайн я конечно дома могу свериться со всеми цветами которые у меня есть вот но когда я иду в оффлайн я фотографирую вот эту свою выкраску очень удобно прям я молодец надо конечно выкрасить все свои маркеры но я не знаю когда у меня руки до этого дойдут я сейчас фотографирую свою выкраску это первое второе я беру сразу семью цветов ну это я обычно и так старалась делать но тем не менее да и третье я беру сразу к ним заправки это просто невероятное невероятный пленнинг для меня вот ну и собственно я решила поступить вот так и в этот раз так что про заправки ну что тут скажешь заправки они нужны если вы покупаете заправки храните их лучше в каком-то темном месте ну так на всякий случай вот и здесь тяжело найти прям закрытые нераспечатанные маркеры потому что их могли попробовать ну вот один у меня есть такой прям совсем-совсем новенький сейчас я его вот так вот распечатаю прямо при вас ну а те два к сожалению мне не удалось найти нераспечатанных ну и нам это уже не понадобится давайте возьмем бумажечку и выкрасим вот что интересно у скетч-маркеров что все-таки серая полоса там где долоту а не там где кисть ну допустим каждый как говорится извращается как может я тут новый альбом завела для вот этих своих экспериментов и выкрасок и честно говоря не знаю протекают в нем маркеры сильно или нет то что они просто протекают я догадываюсь посмотрите какая пыльная роза потрясающе это настолько потрясающе что мне кажется что у меня уже есть эти цвета по тону довольно таки рядышком находится хотя нет вот уже подсохла сейчас у меня конечно свет немного перевирает вот но я вам давайте напишу все цвета на всякий случай вдруг вам будет это нужно так это у нас V95 V92 и V90 скетч маркера просто на случай если вы тоже покупаете маркеры поштучно от случая к случаю как я вот интересно как протекает ого надо будет подкладывать видите насквозь у меня этот альбом я его раньше не пробовала это у меня кстати вам сразу скажу вот такой какой-то знаете you for you фирма вообще не знаю такой просто на wildberries купила а раньше я использовала всегда сонеты вот у меня как раз один на выброс его я уже закончила единственное что на нем остались записи там для тега вот я тег доделаю и можно будет с ним распрощаться вот у него конечно плотные листы но я подумала для всяких таких экспериментов мне сильно плотные и не нужно так давайте перейдем к новым раскрасочкам и потом уже в конце будет небольшой процесс вот этими новыми маркерами вот такая книжечка появилась дом с привидениями скрою тайны мрачного особняка я думаю вы уже видели обзоры я вам чуть-чуть просто пролистну и конечно же не могу не умолчать что некоторые картинки созданы искусственным интеллектом поэтому тут есть косяки с пальцами кстати миджонни вроде обновился до такой степени что он теперь исправился и поэтому называется миджонни 5 будем надеяться я вообще ничего против таких картинок не имею но если честно читаю как-то уже слишком много раскрасок которые нарисованы искусственным интеллектом но выдаются за раскраски авторские то есть там указан какой-то автор и вот это мне не нравится потому что я не против искусственного интеллекта но на раскрасках так нужно и писать создана нейросеть это будет честно со всех сторон я считаю то есть да тот кто генерил эти картинки он постарался он задал какие-то теги он как-то скомпоновал он как-то там допустим доделал даже хотя мог бы и постараться вот здесь что-то вообще неудобоваримое но в целом нужно писать на раскрасках именно это но не это главное вот те книги которые вот с портретами вот эти еще так они вроде как сюжетные но те которые с портретами по ним сразу видно что это нейросеть вот просто особенно обложки я когда вижу эти книги я прям ну мне даже и смотреть не надо что внутри чтобы понять что эта картинка создана нейросетью не знаю как будет дальше развиваться но пока что эти картинки мне видны скажем так издалека я вижу откуда ноги растут и раскрашивать их ну пока нет никакого желания вот такая книжечка маленькая единственное что вот мне в ней совсем не понравилось это то что картинки с одной и другой стороны ну то есть грубо говоря текст картинка и в основном в основном картинка и с другой стороны картинка то есть маркерами я не покрашу уже эту книгу я как-то на это не очень обратила внимание во время просмотров обзоров но вот когда ее получила я поняла что маркерами я не покрасить потому что сама вот эта история она меня не привлекает мне очень интересно ну и продолжая тему жутеньким вот такая книжка от круг дарк бьюти мистик энд фэнтези тоже я думаю вы уже ее видели но прямо не могу отказать себе удовольствие полистать ее вместе с вами я я ее купила на амазоне у меня коллеги ездят в командировке и в отпуске и любезно мне привозят эти книги за что им огромное спасибо потрясающий арт я просто не знаю я восторг единственное что некоторые вы знаете они такие но они вызывают не только восторг по поводу самого изображения но и некоторое такое вот знаете когда так сердце зажимается и ты не поймешь вот что не так ну тут понятно что не так у них и тематика такая вот но иногда они такую знаете вызывает вызывает оторг то есть ты смотришь и некоторое время мозг не может обработать всю поступающую информацию то есть с одной стороны красиво вот а с другой стороны иногда конечно отвратно ну по-моему эта книга как раз таки она практически ничего отвратного не содержит есть некоторые знаете страшные моменты но в принципе меня это не пугает здесь очень очень даже все по лайту ну для данного автора или это я не знаю какая-то как знаете вот джейдсаммер бренд вот и тут я тоже не могу сказать это один человек рисует или несколько потому что я вижу разницу в некоторых артах но честно сказать это ожидать не могу ну и при том сколько уже раскрасок вышло штук 10 или 20 ну один человек наверное так быстро это не нарисует либо он это рисует уже давно и только недавно решил оформить это в книге такое тоже может быть вот это я вам показала наверное все сейчас ставлю небольшой процесс и буду с вами прощаться до следующего хобби влога так в одном из своих недавних видео я показывала ускоренный процесс раскрашивания маркерами и вроде как был комментарий что показать подробнее про процесс наслаивания маркерами может этот комментарий был не под последним видео но короче в общем вы поняли комментарий был я его видела поэтому решила что это может быть кому-то интересно и как раз на этой семье мы с вами попробуем раскрасить эту вазу или хотя бы ее кусочек потому что уже очень поздно и завтра на работу начнем с самого светлого цвета светлого его я накладываю там где будут самые темные тени давайте пока ручки не будем трогать и вот эти украшения пока проигнорируем мы потом сможем их доработать в конце да мы с вами сам вот этот объем этой вазы начнем показывать я самый светлый цвет кладу но очевидно не для того чтобы придать какой-то там цвет или объем этой вазе я хочу во-первых наметить где у меня будут тени а во-вторых просто вот смочить бумагу смочить ее спиртом чтобы у меня последующие слои лучше смешивались также очень хорошо что я вот здесь раз и сразу у меня будет рефлекс потому что если у нас есть вот такой предмет то у него отсюда будет какой-то рефлекс но это конечно зависит от того что там у него в принципе рядом с ним давайте подумаем что рефлекс мы так и оставим дальше берем средний цвет и начинаем этот объем уточнять то есть я прохожусь по тем же местам которые я сейчас наметила самым светлым цветом я прохожусь вот этим средним стараюсь чуть-чуть оставить рефлекс нужно совсем маленький если у меня остаются какие-то от кисти следы то тут ничего страшного это я уже видимо зашла туда где не было подложки самым светлым цветом то что на подложку конечно даже и следов не остается все ложится очень ровненько что я делаю дальше беру самый светлый цвет первый и начинаю размывать эту границу чуть дальше то есть растягивая вот этот вот средний цвет вы наверное можете наблюдать как уходит вот эти вот следы от кисти ну и таким образом размывается граница она сглаживается становится более плавный и создается градиент и вот вы видите что я уже практически на половину вазы зашла то есть я двигаюсь вперед у меня уже бумага хорошо так пропитана и начинает просвечивать наверно вам это видно немножко что я делаю дальше я беру самый темный цвет и прохожусь по тем местам которые мы намечали в самом первом слое то есть это тени наши чуть-чуть оставляю рефлекс ну так для объема я вот так прохожусь опять же по тому же самому месту можно чуть-чуть даже вот таких добавить желательно конечно всегда накладывать слои по форме предмета да ну то есть в нашем случае вот тогда у нас такая база и вот мы вот так накладываем но кое-где я вот прям прохожусь в другую сторону дальше берем средний цвет и размываем границу которая у нас получилась темным я уже стараюсь на темный не заходить потому что иногда накладывание более светлого маркера на более темный дает не очень приятную текстуру знаете маркер начинает идти крапинкой ну тут просто особенности пигмента ничего в этом такого нет это не значит что там некачественный вот просто такие есть особенности предмета пигмента что некоторые цвета вот так взаимодействуют вы заметили и просто либо цвет поменяли либо просто не сильно заходите один на другой дальше я беру самый светлый цвет и уже границы вот этого которую мы сейчас размыли среднего довожу до самого конца если вы хотите оставить белый глик то где-то его намечаете да и не закрашиваете его но в моем случае так как тут есть украшение я наверное сначала буду дорабатывать секелевыми ручками или еще чем-то таким блестящим и потом уже в самом конце на все украшательства делать белый глик чем-то чем-то кроющим там как гуашь например вот так у нас с вами получилось ну и с этой стороны слева у нас практически такой же процесс будет единственное что эта тень будет слегка поменьше по объему на ручках все то же самое знаете я вижу что не хватает мне тут глубины мне кажется что я так прям сильно размыла темный цвет среднем и я вот прям немного бумага у меня довольно влажная поэтому я не боюсь что останутся штрихи она уже так хорошо увлажнена и поэтому маркеры ложатся довольно таки ровно и прям вливаются друг в друга я все таки немного углублю ну это нормально это просто потому что немного смешалось со средним цветом и средний маркер немного осветлил вот так у нас получилось я надеюсь что эта вставочка небольшая была вам полезна и вот такой у нас получился результат ну естественно промежуточный результат но тем не менее ну вот теперь на этом точно все спасибо за внимание ну что он 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 Продолжение следует...